Сейчас мы поговорим про то, как правильно выбирать инвестиционную недвижимость в Штатах. Мы продолжаем говорить про дешевые дома под флиппинг и последующую перепродажу на примере штата Иллинойс. Посмотрите наш ролик на тему инвестиций в этот вид недвижимости, если еще не видели. И тут важно понимать, какой дом стоит брать, а какой нет, несмотря на одинаковую цену. Помимо чисто технических вопросов, которые, естественно, нужно проверить, и в доме не должно быть глобальных проблем с крышей, воды в подвале, проблем с коммуникацией для того, чтобы ремонт не затянулся. Но еще более важно обратить внимание на локацию и проверить ее, так как в некоторых регионах дома улетают и продаются быстро, а в других можно встрять с их продажей. Итак, мы заходим на самый популярный в Америке ресурс по недвижимости Zilu.com. Выбираем тут штат Иллинойс. Так как, как я говорила, мы специализируемся на двух штатах. В первую очередь это Иллинойс и Флорида. И видим большое количество предложений по покупке домов. Здесь мы делаем ограничения от 1000 для того, чтобы отсечь всякие рекламные предложения, предложения аукционные и так далее. И выбираем галочками только дома, таунхаусы, манифакчуру. После этого смотрим с правой стороны варианты домов. И даже видим дома, которые стоят дешевле, чем 10 тысяч, о которых я говорила. И, например, вот такой красивый за 5000 долларов. Сейчас я его открою, но перед этим скажу, что все дома до 10 тысяч, как правило, имеют дополнительные вопросы, которые надо учитывать. Ну вот, например, на примере этого дома мы их рассмотрим. Домик очень симпатичный, прекрасно подходит под флиппинг, даже частично сделан. Но в чем же заключается здесь подвох? Ну вот, последняя картинка показывает основную проблему этого дома. Это крыша. Но основная важная часть информации находится здесь. А именно, она нам гласит о том, что это аукцион. Аукцион, который будет проводиться 17 апреля 2024 года в 5 часов вечера. И, соответственно, ставки победит тот, кто предложит большую цену. Поэтому пока мы такие варианты не рассматриваем, так как говорим о простой покупке. Поэтому листаем дальше. И здесь попадаются мобильные дома, которые тоже нас не интересуют, так как у них в собственности нет земли. И вот первый дом, который обратил на себя мое внимание, это дом за 10 тысяч долларов. За 10 тысяч долларов дом, который абсолютно рассчитан на флиппинг, на ремонт. Он небольшой, он имеет две спальни, 80 квадратных метров. Но возникает вопрос, что дальше следует сделать для того, чтобы понять, почему его стоит брать. Ведь есть же и другие дома. Объясняю. Для этого мы заходим на следующий сайт. USA.com Вводим название региона, который у нас появился при выборе дома. И проверяем, что же это за такой регион. Можно ввести только индекс, можно название и индекс. И здесь, как я говорила ранее, американцы выкладывают всю статистику, которая есть в открытом доступе. Соответственно, ну, та, которая есть на данный момент времени. Здесь можно посмотреть и количество населения этого города. Оно составляет почти 13 тысяч. Прирост или спад. Средний доход, годовой доход, соответственно, либо одного человека, семьи. Можно посмотреть уровень школ. И также очень важную информацию – это популяцию, то есть расовый, этнический состав в этом регионе. Здесь мы можем видеть, что он белый. То есть 10 тысяч человек – это белое население. Ну и другие параметры, например, такие как средняя стоимость дома. Мы видим, что она ниже, чем в среднем по Ильинусе, но составляет около 63 тысяч долларов. Теперь мы открываем новую вкладку ZILO. И проверяем этот же регион на нем. Причем, что именно мы проверяем. Мы проверяем не то, что продается сейчас, а то, что продано в этом регионе, причем в последнее время. И здесь мы можем проанализировать и понять, как часто продается недвижимость в этом регионе. Здесь мы видим, что фактически сделки происходят довольно регулярно, каждый день. И также посмотреть стоимость, за которую эта недвижимость ушла в этом регионе. Возвращаемся к нашему поиску и проверяем какой-нибудь другой дом. Но часть я пропускаю, потому что они заведомо не подходят. Например, вот этот дом предбанкротный. Это немножко другая процедура покупки. И я не хочу сейчас на этом останавливаться. Также мы пропускаем дома, которые висят более 100 дней. Хотя среди них бывают и очень хорошие варианты. Просто хозяин или же агент не удосужились показать людям, когда они просили. И тем не менее мы их сейчас пропустим. Мы будем смотреть что-то более свежее. То, что действительно интересно. И я бы остановилась на следующем варианте. Это вот этот, который находится 9 дней. Вызывает большой ажиотаж. Почти тысячу просмотров. 40 сохраненных. Потому что действительно это еще одно хорошее место в Иллинойсе. Это город Гейлсбург. Который довольно быстро продается. Этот дом, правда, совсем маленький. Это односпальный, то есть двухкомнатный дом. Площадью около 58, наверное, метров квадратных. Тем не менее он в удобоваримом состоянии. И требует относительно небольшого ремонта. Снова переходим в наш сайт USA и вводим здесь Гейлсбург. Мы его скопируем, чтобы не ошибиться. И введем. Гейлсбург. То же самое. То есть это около 30 тысяч населения. Популяция здесь белая. Состав этнический белый. Доход у населения в среднем 20 тысяч долларов. Небольшой. А стоимость домов в этом регионе средняя 73 тысячи долларов. Открываем вторую Зилу и вводим сюда этот регион. И снова проверяем. Гейлсбург действительно довольно большой и активный город. Проверяем не аренду, а проверяем то, что было продано в нем за последнее время. И как часто продается здесь недвижимость. И вот снова мы можем наблюдать 29 марта, 28, 28, 27. То есть по несколько объектов в день продается в этом городе с населением 30 тысяч человек. Стоимость домов вы видите 60, 135, 38. Скорее всего они тоже под ремонт. Все, что после ремонта идет уже дороже. То есть вот опять же реальные показатели, на которые мы можем ориентироваться. Вот скорее всего тот образец дома, в который мы должны превратить наш этот дом, который будем флиппить. Ну да, вот он такой классический, простой очень флиппинг с минимальными затратами. Ну сейчас даже принято все-таки ставить такие лампочки в потолок, не выпирающие, а плоские. Это я отдельно покажу в ролике про флиппинг. Да, вот она классическая, классический флиппинг, классический пол, который все кладут, потому что он самый бюджетный. И теперь мы посмотрим готовая кабина ванны. Опять же очень удобно. И смотрим сколько этот дом провисел после того, как его вывесили на продажу. Потому что вот примерно в такое состояние мы должны привезти, к такому состоянию мы должны привезти тот дом, который берем сейчас на покупку. Вот он у нас был выставлен 5 февраля 2024 года за 49,900. В этот же день он был, скажем так, забронирован для покупки, да, то есть нашелся покупатель. И, соответственно, вот после оформления, как я говорила, оно занимает около месяца, дом ушел. Но в ходе, видимо, переговоров его удалось скинуть на, сколько получается, на почти 2 тысячи долларов. Ну, это нормальная такая торговля. Так что да, вот он ушел, этот дом ушел довольно быстро. И теперь рассмотрим еще один по контрасту дом, который очень хороший, но я бы не стала его брать из соображений. Сейчас объясню, каких. Вот дом, который очень симпатичный, у него тоже достаточно очень много просмотров. И он уйдет, потому что он действительно хороший для проживания. Он достаточно просторный и, судя по материалам, он сделан неплохо и тоже находится в хорошем месте. Но, тем не менее, если говорить про инвестиции, то этот дом, скорее всего, будет продаваться дольше. Для этого мы сейчас с вами введем здесь этот регион Сент-Луис и посмотрим, что собой представляет. При достаточно большом, кстати, населении, тоже почти 27 тысяч. Вот, популяция здесь. А, вот видите, тоже интересный аспект, что вот здесь как раз население в основном черное. Белое население, да, и белое население всего 362 человека против 25 тысяч. Вот, и это, в общем, является основанием для отказа брать объект в этом регионе, потому что, если вы не очень знакомы с, скажем так, афроамериканскими покупателями, то, наверное, нет смысла и экспериментировать с этим. Возвращаемся сюда и смотрим, что здесь было продано за последнее время. Продано. А продано здесь не так много и, если мы обратим внимание, по довольно низким ценам. Во-первых, продано давно, то есть, если помните, в других регионах продавалось буквально вчера-позавчера, то здесь получается фактически одна сделка в месяц и потом все. Поэтому брать конкретно, например, этот дом я бы не рекомендовала. Подпишитесь, пожалуйста, на наш канал, оставляйте ваши комментарии публичные или пишите мне лично все контактные данные в описании, так как мы будем продолжать делать обзоры инвестиционной недвижимости в США, а также рассказывать о других формах инвестирования в недвижимость Америки.